Чехия отказалась от АЭС России из-за скандала со спецслужбами. Россия будет лишена возможности построить новый энергоблок АЭС Дукованы в Чехии после скандала с российскими спецслужбами. Власти республики намерены исключить Росатом из конкурса на строительство стратегического объекта. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карл Гавличек, сообщает ТАСС. Скандал разгорелся по поводу событий 2014 года. Тогда на складе воеприпасов в деревне Ворбитице произошел взрыв. В Чехии подозревают в этом российских диверсантов Александра Петрова и Руслана Буширова, которых Лондон считает отравителями Скрипалей. Специалист в области защиты прав на интеллектуальную собственность обеспечит юридическое сопровождение организации или физического лица. Защитите свои права. Чешские власти объявили о намерении запретить Росатому участвовать в тендере на строительство нового энергоблога АЭС «Андукованы» в связи с инцидентом, который произошел в 2014 году. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карл Гавличек, передает ТАСС. После выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне в Вербидице, в 2014 году чешские власти пришли к тому, что это дело рук российских спецслужб. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиши и министра иностранных дел главы МВД Яны Гамачика, у Чехии есть прямые доказательства причастности России к инциденту. Чешская полиция уже объявила в розыск двух граждан России, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, которых ранее Лондон обвинил в отравлении скрипалей. По данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, россияне, скрывающиеся под этими псевдонимами, находились в Чехии в период с 11 по 16 октября 2014 года и могут быть замешаны в диверсионной деятельности. За недружественные отношения Чехия решила выслать 18 российских дипломатов и собирается привлечь к ответственности виновников инцидента Петрова и Боширова. Также Росатом будет отказана вправе участвовать в конкурсе на постройку нового блока АЭС. За место России поборются американская компания Вестингхаус, французская EDF и южнокорейская KHNMP. Всего три недели назад Росатом получил разрешение на участие в тендере от чешского правительства. Стоимость контракта составляла 6 млрд евро. В рамках него требовалось заменить один из четырех энергоблоков 1980-х годов. Работы по замене должны начаться не позднее 2029 года, а завершится в 2036. Всего у Росатома в портфеле иностранных заказов на сумму $11 млрд. Большинство из них выполняется России в кредит, как например АЭС в Турции, а Кубин. Слушайте и читайте «Капитал страны».